Санджи Уланов. Известный в народе как Санджи Гелюнг. Родился в 1903 году в поселке Икичанос. Мог ли кто-то предположить тогда, что именно ему суждено было пронести на своих плечах свет хармы через все ужасы и катастрофы социальных экспериментов двадцатого века и стать связующей нитью между двумя поколениями, разделенными пропастью безверия сроком почти в сто лет. В возрасте десяти лет Санджи Уланов поступил в Чайряхуру, располагавшийся тогда в Икичаносе. Окончил философское отделение Цанит. И после отправился в Тибет, где получил обеты полного Гелонга и углубил буддийское образование. Когда Санджи Гелонг вернулся на Олгу в родные калмыцкие кочевья, то был отправлен в царские степи для ведения буддийских служб. Но в годы массовых респрессий его арестовали и отправили на Колумбу, где он провел около двадцати пяти лет. Домой Санджи Уланов вернулся в 1957 году после того, как калмыцкий народ был реабилитирован. Однако, сняв объединения с народа, его не сняли с духовенства. Гонения на служителей религии продолжались и Санджи Гелонг, находясь под негласным надзором вплоть до 1989 года, был вынужден постоянно переезжать с одного места жительства на другое. Вместе с Задвойнотыровым и Намкой Кичиковым они несли учения Будды через множество страшных испытаний и нечеловеческих мук, сохраняя свет веры в калмыцкой степи. Долгие десятилетия они ждали того дня, когда рассеется мрак неверия и родник калмыцкой линии Дхармы вновь превратится в полноводную реку. И вот, наконец, этот день наступил. Летом 1991 года состоялся первый визит в Калмыкию его святейшества Далай-Ламу XIV. Когда Далай-Лама прибыл в Калмыкию, ему рассказали о двух последних, оставшихся в живых Гелонгах. Это были Санджи Уланов и Задва Натыров. Узнав об этом, его святейшество решил встретиться с ним. Когда к Санджи Гелонгу приехали посланники Далай-Ламы и сказали, что его хочет видеть сам, его святейшество калмыцкий монах ответил «А что я буду там делать? Не хочу туда идти и не хочу с ним встречаться». Слова старого Гелонга крайне удивили всех и вели присутствующих ступор. Что же вы такое говорите, бахши? Как же можно так говорить о духовном лидере многих народов? Санджи Гелонг долго стоял на своем, но в конце концов все-таки согласился поехать на встречу с Далай-Ламой. Собираясь к его святейшеству, Санджи Уланов намеренно не заправил одну полурубашки и взяв зубы сигарету фильтром наружу. Когда они вместе с Задвой Натыровым зашли к Далай-Ламе, Санджи Гелонг остановился сунув руки в карманы, в кепке на бекрень, сигареты в зубах, с торчащей полой рубашкой, вид его был довольно обескураживающим. Его святейшество несколько замешкался. Увидев подобную картину, после небольшой паузы Санджи Гелонг сделал шаг в сторону Далай-Ламы и, хлопнув в ладоши, произнес несколько строк странного, неизвестного всем присутствующим текста на древнем тибетском языке. Далай-Лама XIV, услышав эти слова, на мгновение задумался, но затем, оглянувшись по сторонам, сделал поворот вокруг себя и также, хлопнув в ладоши, произнес в ответ оставшиеся отрывок. Это были слова старинной молитвы-клятвы, в которой все Далай-Ламы Тибета, начиная с Великого Пятого Далай-Ламы, Наванг, Лопсанг и Яцо клялись «защищать айратский народ от проклятий, несчастий и бед». Она была написана в XVII веке во времена хашиутского хана Гуши, завоевавшего страну снегов и очищившего святое учение Будды от загрязнений, ошибочных воззрений и неверных небуддийских интерпретаций. После того, как Далай-Лама произнес последнюю часть молитвы, посветлело лицо старого ламы. И он, обрадовавшись, рассказал «Когда мы учились в Чаряхуруле, настоятель часто вспоминал старинное пророчество о том, что Далай-Лама XIII возможно будет последним, а после него придет множество наряженных самозванцев, которые ради денег и славы будут обманывать верующих, выдавая себя за святого Далай-Ламу. И чтобы мы при встрече с его святейшеством могли убедиться в его подлинности, он обучил нас тексту этой молитвы-клятвы и предостерег о том, что только настоящий Далай-Лама знает ее и сможет произнести наизусть. Удивленный рассказом ламы, уже другими глазами смотрел его святейшество на старого монаха. Он будто увидел всю его жизнь, наполненную нечеловеческими страданиями 25 лет лагерей, страхом быть уничтоженным Болохом советской государственной машины, жизнь, которая прошла в травле со стороны КГБ и непонимании со стороны нового поколения калмыков. Теперь Далай-Лама видел в нем иного человека. Не зря говорят, что первое впечатление обманчиво. И что особенно Далай-Лама увидел в Санджи Гелонге непоголебимую веру в Будду и его учения, которые позволили старому калмыку достойно пройти трудные дороги XX века. Его святейшество преподнес Санджи Гелонгу белый ходак и в знак великого почтения совершил перед ним три полных поклона. Приняв ходак из рук Далай-Ламы, Санджи Гелонг взял за руку Задвуна Тырова и сказал всем присутствующим «Всю свою жизнь мы хранили живую буддийскую традицию, не желая, чтобы наш калмыцкий народ оказался во тьмы невидения. Теперь же, когда истинный Далай-Лама ступил на калмыцкую землю, мы можем спокойно умереть, зная, что тхарма калмыки в надежных руках». Еще долго три носителя учения Будды беседовали о судьбе калмыцкого духовенства и о вере современных калмыков. В ту встречу Далай-Лама назвал Санджи Гелонга и Задвуна Тырова подлинными бодхисаттвами калмыцкого народа, которые, несмотря ни на какие условия и режимы, исполняют все чаяния и надежды живущих. Наши почтенные Гелонги покинули свои тела и, надеясь, вновь переродятся в калмыкии. Теперь стало понятно, когда Далай-Лама сказал в своем интервью о калмыках «Я питаю чувство особой близости к калмыцкому народу, и у меня сохранились теплые и ясные воспоминания о визитах в вашу республику. Мои молитвы всегда с вами и вашим народом». Мы знаем, кто является духовным покровителем айратского народа и надеемся на скорый визит его святейшества. Большое спасибо! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментируйте данное видео. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.